К нам подключается Гадыр Аслан, политолог. Здравствуйте, Гадыр Меолим. Здравствуйте, добрый день. Гадыр Меолим, ну вот Армения все равно продолжает нагнетать истерию вокруг мирной акции, обвиняя Азербайджан в перекрытии дороги якобы по политическим мотивам. Вот как вы считаете, что все-таки пытается выиграть эта страна, вот искажая ситуацию? Вы знаете, я думаю, что в Армении уже закончились все инструменты. Остался всего один инструмент, это все время привлечь внимание западных, зарубежных СМИ на то, что здесь есть блокировка якобы, и там происходит этническая чистка или геноцид армян. Но это же старые, как говорится, шарманка они завели, и эти старые песни уже никто не станет слушать, даже на высших кругах в Европе. Потому что буквально на днях прошли Совет Министров, девятый по традиционной энергетике, первый по зеленой энергетике. И там они, эти страны, главы этих стран, сами же своими устами сказали, что Азербайджан является авангардом этих отношений, и даже государством, которое обеспечивает и гарантирует энергетическую безопасность для Европы. И поэтому все меньше и меньше слышно голоса, которые исходят из Армении, из стороны Армении. И кроме того, я хочу подчеркнуть, что я даже наблюдаю, как политолог, что Армения тоже сама уже прозревает в ходе процесса. И европейские страны, некоторые ведущие европейские страны, они тоже прозрели в ходе процесса. Несмотря на тот факт, что до войны они были тесно связаны с армянскими властями и поддерживали их позицию. Но в ходе этих процессов, в ходе войны, послевоенных, в особенности, в частности, работа, которую ведет Азербайджан, строительно-восстановительная работа в регионе, в Карабахе в частности, и по отношению к Зангизурскому коридору, они прозрели и уже понимают, что происходит и какие намерения, какие планы у Азербайджана. У Азербайджана есть одно намерение, чтобы в регион наконец-то наступил мир, стабильность и порядок, и процветание, как говорится. Поэтому я думаю, что больше никто не будет слушать голосы, которые исходят из Еревана. Если Армения думает о своем благополучии, она, наверное, должна все-таки проявлять активность в дипломатических переговорах. Но, как показывает практика и время, это не происходит. Все-таки почему эта страна не воспринимает всерьез переговорный процесс по соглашению? Там же в Армении не существует монолитная политическая элита, не существует монолитный политический эстеблишмент. Поэтому министр иностранных дел говорит одно, премьер-министр говорит другое. И даже бывают промежутки, когда сам Пашинян, премьер Пашинян говорит, за полчаса другое заявление делает, а через полчаса совсем другое. Поэтому у них нет монолитного и однородного отношения по этим вопросам. И у них нет никаких планов. Они не ждали такие результаты. Поэтому у них никогда не было таких инструментарий. Поэтому всерьез никто не принимает их заявления. Я уже неоднократно заявил, что все, что говорят в Ириване и в Тегеране, это считается словоблудием со стороны цивилизованных государств. И в особенности со стороны Баку и его союзников. Поэтому все, что они говорят, это не принимается во внимание. Только одно отношение, одна позиция принимается во внимание. Это позиция главы нашего государства, господина президента Хамалева и политической элиты Азербайджана. Они ни к чему не добьются. Абсолютно. Мы видим сейчас, как освобожденную территорию посещают иностранные гости, делегаты. Там все полностью разрушено, уничтожено. В том числе историко-религиозные памятники, святилища. Как вы все-таки думаете, почему до сих пор ни одна международная организация не отреагировала должным образом на вот этот культура ЦИД? И все-таки насколько важно посещение освобожденных территорий Азербайджана в плане донесения правды до мировой общественности, о тех варварствах, которые учинила Армения, иностранных граждан? Я думаю, что я бы хотел сравнивать эту миссию, которую туристы из 12 стран приехали в Азербайджан. Особенно, что они уже второй день побывали в Восточно-Зангидзурске, Карабахском экономических районах. Я бы хотел сравнивать с европейской миссией, которая прибудет в Армении. И несмотря на то, что европейская миссия носит политический колорит, политический характер, и это носит туристический характер, но очевидно становятся позиции, намеренные на будущее, планы на будущее обеих сторон, и у Армении, и у Азербайджана. Азербайджан приглашает туристов, авторитетных международных туристов, чтобы они приехали, увидели воочию, что происходит в регионе после деоккупации, что творит Азербайджан в сухом остатке, что происходит здесь. Они увидели, что Азербайджан требует свои права, они посетили уже дорогу Ла-Ченхан-Кенде, где проходит экоакция, и они увидели, что самым гуманитарным образом Азербайджан пропускает все транспортные средства, которые гуманитарны. Азербайджан, наша страна, наши юноши там скандируют лозунги против расхищения, разграбления. И потом они побывали в тех местах, которые армяне разрушили, разграбили, снесли с лица земли. Это называется dark tourism на международном туристическом языке. И они воочию, близко уже становились свидетелями во время оккупации, что происходило здесь и после оккупации. Я хочу привести один пример к этому. Если вы помните, когда Азербайджан освободил Сугов-Ушан, армяне называли это Мадагис, как только через буквально два или три дня Азербайджан впустил туда машины, которые прокладывают асфалт. Азербайджан тут же изложил свое намерение на быстрое и своевременное, своеминутное восстановление этих территорий. Этот промежуток очередной раз показывает, что Азербайджан самыми крепкими связями привержен к стабильности и миру в регионе. Поэтому я думаю, что эта миссия, на мой взгляд, продолжится. Это же по счету шестой. И будет седьмой, восьмой. И это несет очень колоссальный положительный внос в этот процесс для Азербайджана. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо, Агады Раслан, политолог, подключался к нам. Спасибо, Агады Раслан.